Ва кулла шейин Альваву Альваву это харфу адвина Союзная частица Мабниу аля фатхин С неизменяемым окончанием С фатха на конце Кулла Кулла это мафуулин бихи Ли фиалин махзуфин Является прямым дополнением Для скрытого удаленного глагола Который разъяснен Упомянутым после глаголом Ахсойна Который разъяснен Упомянутым после глаголом Ахсойна Значит основой было Ва ахсойна кулла шейин Ахсойна китаба Это то что называют Альчтигал Отвлеченность Когда после имени существительного Приходит глагол Который воздействует на местомение Которое возвращается К упомянутому перед этим глаголом Имени Как мы видим здесь Так после имени кулла Приходит глагол ахсой Который воздействует на местомение На местомение альха Ахсойна кулла Местомение альха Которое возвращается к имени кулла То есть этот глагол является амином, фактором, воздействующим на местомение альха. Таким образом, что если бы не это местомение альха, то упомянутый глагол ахса освободился бы для имени кулля и воздействовал бы на него, будучи его амином, то есть его фактором. А в данном случае этот глагол уже занят воздействием на местомение альха, которое возвращается к имени кулля. Таким образом, мы видим, что глагол ахса отвлечен от имени кулля местомением альха в ахсайнаху и не может из-за этого воздействовать на имя кулля, так как его воздействие уже исчерпано из местомения альха. Ведь этот глагол может иметь только один мафольбии, одно прямое дополнение. И если бы здесь не было местомения альха, то мы увидели бы, как глагол ахса воздействует на имя кулля, поставив его в винительном падеже. Значит, это и есть то, что в книгах по анаху, по грамматике, по синтаксису называют Баба Лиштигали, глава отвлеченности, то есть отвлеченности амиля, фактора от воздействия на ма'муль, на свой мафольбии, на управляемое слово, из-за занятости воздействием на местомение, которое возвращается к этому ма'мулу, управляемому слову. Таких примеров в Коране очень много, например, Валь-Камара Каддарнаху Месяц мы определили его Валь-Арда Фарашнаха А землю мы распространили ее Валь-Ан'Ама Халакаха И скот мы создали его И другие примеры Здесь мы видим Валь-Камара Каддарнаху В основе было Валь-Арда Фарашнаха Валь-Ан'Ама Халакаха И другие примеры Дальше Значит КУЛЛЯ ЭТА МАФУЛИН БИГИ Прямое дополнение Прямое дополнение ЛИБФИАЛИН МАХАЗУФИН УЮЮБАН ЛИБФИАЛИН МАХАЗУФИН УЮЮБАН Для удаленного в обязательной форме, в обязательном порядке глагола И этот скрытый глагол разъяснен упомянутым после глагола АХСАЙНАХУ Значит КУЛЛЯ ЭТА МАФУЛИН БИГИ МАНСУБИН БИЛФИАЛИН МАХАЗУФИ Поставлен в состояние НАСП в винительном падеже и этим удаленным глаголом У АЛАМАТА НАСПИХИ признак БАН НАСП В этом имени является АЛЬ ФАТАТАЛЬ ЗАХАРАТА ЯВНАЙ ФАТАА АЛЯ АХРИ НАДИО ОКОНЧАНИЕМ А про скрытый глагол АХСАЙНА АХСАЙНА Мы скажем, что АХСА здесь это ФИАЛИН МАДУН Глагол прощающего времени МАГНИО АЛЯ СУКУНИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕМ СУКУНОМ НА КОНЦЕ Почему СУКУНОМ НА КОНЦЕ ЛИТТИСАЛИГИ БЕДАМИР ИРРРАФА ИЛЬ МУТАХАРРИК Так как этот глагол присоединен к огласованному местоменю падежа арраф Мы уже подробно говорили об этом АХСАЙНА НА ЭТА НДАМИР ИЛЬ МУТАСАЛИН СЛИТНОЕ МЕСТОМЕНИЕ МАГНИОН АЛЯ СУКУНИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕМ С ПОСТОЯННЫМ СУКУНОМ НА КОНЦЕ ФИ МАХАЛЛИ РОФ ИНФААЛИ НА МЕСТЕ ПОДЖААР РОФ ФААЛЬ Т.Е. ДЕЙСТВУЮЩЕ ЛИЦО СУБЪЕКТ ДЕЙСТВИЕ Теперь глагол АХСА СО СВОИМ ФААЛИМ Т.Е. ВАЛЬ ФИУЛ АХСА МААФААЛИХИ Это ДжУМЛЯТИН ФИАЛИТН Глагольное предложение МААТУФАТН АЛЯ ДжУМЛЯТИ ИННХУМ КАНУ АЛЬ СИНАФИЯ СОЕДИННО С ПРЕДЛОЖЕНИМ ИННХУМ КАНУ ЛА ИРДЖУНА КОТОРОЕ ЯВЛЯЛАСЬ ДжУМЛЯТИН СИНАФИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ Т.Е. НОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИМ НЕ ИМЕЮЩЕМ МЕСТО В ПАДЖЕ А ЗНАЧИТ И ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ ИМЕЮТЬ МЕСТО В ПАДЖЕ ПОЭТОМУ МЫ И ГОВОРИМ ПОЭТОМУ МЕСТО В ПАДЖЕ ВОЗМОЖНЫЕ И ДРУГИЕ ВАРИЕНТЫ ИРАБЫ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК НАПРЕМЕР ДжУМЛЯТИН МУТТАРИДАТУН ВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИТДАЛИ ВЕРНЁМСЯ К СЛОВУ КУЛЛЯ ПРО КОТОРЫЕ МЫ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО МАФУЛЛЯМ БИГИ ПРЕДЛОПОЛНИНИЕ ДАЛИЕ ДАЛЬШЕ МЫ ГОРЫЕМ МАФУЛЛЯФН ИЛЕЙХИ Второй член из айфетного сочетания МАДЖРУРН БИЛЬМУДАФИ Поставлены этими мудлафами в состоянии Аль-Джар В Родительной поддержке Грамматический разбор упомянутого глагола АХСАЙНАХУ ТОЧ В ТОЧ ТОТЬ же, что и в предложении АХСАЙНА КУЛЛЯШЕЙН СТОИЛИШЬ разницей, что здесь МАФУЛЬБИГИ Прямое дополнение выражено слитным местоимением АЛЬХА В разборе которого мы говорим АЛЬХАУ ЭТА ДАМИРУН МОТТАСАНС ЛИТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕМ МАБНИВН АЛАДДДОМИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕМ С ДАММАЙ НА КОНЦЕ ФИМАХАЛИ НАСБИН МАФУЛИМ БИХИ На месте подъезжает нас прямое дополнение Упомянутого глагола АХСАЙНАХУ ТЕПЕР ВАЛЬФИАЛИМАА ФААЛИХИ ВАМАФУЛИХИ Глагол АХСА САСАИМ ФААЛИМИ И МАФУЛИМ Дальше мы говорим ЛАМХАЛЛА ХАМИНАЛ ИАРАБИ НЕ ИМЕЕТ МЕСТО В ПАДИЖЕ Вне зависимости от того, имеет ли предшествующее ему разъясняемое предложение место в падже или не имеет А что касается последнего слова этого предложения китабом, то его мы разберем, иншаллах, в следующий раз АХАМДУЛЛАХИ РАББИЛ АЛАМИН